...настоящим испытанием духа. В спальне Эдварда постоянно работают несколько обогревателей, а по улице спортсмен передвигается почти бегом, закутавшись сразу в две теплые куртки. Больше года назад ушел от нас Виктор Жданов. То есть это человек, который сделал вклад в развитие легкой атлетики, я считаю, даже не уральской, а российской. Не погрешу, если скажу, что даже и мировой. Именно тем, что он открыл вот этот самый посещаемый сайт в России и в странах СНГ «Раннерс Ру». На первый легкоатлетический турнир, посвященный памяти знаменитого челябинского марафонца и создателя сайта о бегунах Виктора Жданова, организаторы постарались пригласить самых сильных представителей этого вида спорта, в том числе и кенийского стайера Эдварда Мутаи, который и стал победителем. В Манеже, когда закончились соревнования, он был буквально облеплен толпой детей, и я думаю, что 50% из этих детей еще некоторое время потренируются, пометуя встречу с Эдвардом. По словам Эдварда, люди из его племени – самые быстрые бегуны на свете, которые могут без остановки преодолеть тысячу километров. Сегодня все они гордятся Эдвардом, который с шести лет мечтал стать чемпионом в беге, но никогда не мог представить, что на жизненной дистанции ему придется так сильно замерзнуть. Это было очень холодно для меня, потому что в первую очередь меня очень сильно напугал холод, погода. Погода в России была для меня настоящим шоком, потому что я никогда в таких холодах не была раньше. Снег – это достаточно экстремальная для меня вещь, особенно для ног. Ноги очень мерзнут из-за снега. Нужно настроиться очень хорошо. Это нам непонятно, потому что мы все-таки люди северные, то есть человек реально мерз. Вот, то есть поэтому два обогревателя у нас, батареи. Кроме постоянного климат-контроля, Эдвард соблюдает особую диету, достойную топ-модели. Ни одно русское блюдо, предложенное радушными хозяевами, кенийц не съел даже наполовину. То есть это буквально треть нашей ресторанной порции. Вот это он съедает, то есть ему достаточно, он говорит, спасибо, хватит, я наелся. Но вопросы, они вкусные или еще, то есть он просто улыбается. Кроме тренировок в легкоатлетическом манеже «Урал-Гувка» Эдвард нигде не бывает. Старается лишний раз не выходить на улицу. А уж если приходится, то надевает специально купленный антирадикулитный пояс из овечьей шерсти. И сразу две теплых куртки, одну на другую. По Европе спортсмен самостоятельно передвигается за рулем, а в России нет английских указателей, и русские слова запоминаются плохо. Только одно. Только одно. Базовое. Какое? Какое-то одно. Организатор мемориала памяти Жданова намерен расширять географию участников и на следующий год пригласить итальянцев. А после соревнований устроить пати в каком-нибудь клубе. Он отлично танцует и готов повеселиться, как он говорит, но дисциплин, дисциплин, режим тренировочный. Эдвард утешается чаем, приготовленным по специальному кенийскому рецепту, когда пакетики опускаются в кипящее молоко с сахаром, а потом напиток слегка разбавляется кипятком. Челябинский синок.